Всем привет, кто заглянул на этот канал. Меня зовут Ольга. И сегодня я вам предлагаю поговорить на тему пустые баночки. У меня немного их скопилось. Я вот складываю такой вот пакет из конверсов куколокеды. И туда складываю всё пустое, то, что у меня уже заканчивается. Это может быть и косметика, это может быть и парфюмерия, и моющие средства, бады. Всё-всё, что мне попадается под руку, и если я не забываю их выкинуть в мусорный мешок, то есть, вернее, не забываю выкинуть сюда, выкидывая мусорный мешок, значит, они попадают ко мне. И не стала много накапливать для того, чтобы видео не было, так сказать, долгим и нутным. Давайте сразу разберём, что на сегодняшний момент у меня накопилось. Давайте начну с бадов. Что у меня закончилось, что мы уже пропили. И вкратце расскажу свой отзыв. Я об них рассказывала в посылке, которая у меня приходила с сайта iHerb. Всё, все бады я заказываю только оттуда, вы уже знаете. И как раз расскажу свои отзывы, потому что уже всё закончилось. Вот такие вот витамины от компании Нао Адам. Это мужские витамины, мужской комплекс витаминный. Здесь 90 капсулов. Это в виде капсулов было. Состав достаточно богатый, очень хороший. По две капсулы нужно выпивать взрослым мужчинам в день. А подростка можно по одной капсуле. То есть у меня сын, подросток, 14 лет пропивал по одной, мой муж по две. Но что можно сказать? Что витамины неплохие. Не могу сказать, что здесь 100% натуральный состав. То есть здесь и... Ну, в основном, наверное, синтетический. Но, что немаловажно, здесь GMP, у них есть сертификация. Вот этот вот значок, он всегда здесь у них стоит. Это очень важно. То есть он проходит полностью контроль. Полностью контролируется сертификация. Проверяется, насколько качественная продукция. И также здесь, что немаловажно, вообще в составе, это очень редко встречается, витамин Q10. В этом составе он есть. По отзывам моих домашних, понравилось. Никаких нареканий отрицательных нету. Никаких нету аллергических реакций или еще что-то. Наоборот, испытывалась энергия, испытывалась защита иммунной системы. Тем более переход в новый сезон. То есть, как бы, все, кто болел, мы не болели. Так, буду бросать сюда. Второй у меня закончился от компании Dr. Best. Вот такая вот штучка. Это для меня было куплено. Я ее пропила месяц. Здесь 120 капсул. В капсулах было тоже очень, как сказать, ну как, легче пить и удобнее. Это глюкозоамин, хридоэтин, МСМ. Это то, что касается наших суставов, касается наших речей. У меня очень сильно болел локоть. Я не могла, когда до конца раздвигала. И у меня он очень, или сдвигала до конца. Чувствовалась боль в этом суставе. Я их уже не раз беру. Я всегда их в прошлом году пропивала, когда у меня болела спина. Очень сильно помогает. Очень нравится мне состав. Именно вот даже эта марка Dr. Best мне очень нравится. Здесь у нас идет глюкозоамин на 1500 мг, хридоэтина 1200 мг, МСМ 1000 мг. Рекомендую, рекомендую. Классный состав. Вообще очень сильно помогает. Принимать нужно по 4 капсулы в день. И последнее, то, что у меня закончилось, это кальцин, кальцинцитрат и малат. У меня пропивал сын. 120 таблеток. Это было в таблетках. Компания, вот эта вот компания, не буду корявить язык. Не могу никогда их выговорить. Вот, значит, здесь в 4 таблетках 1200 мг. Мы периодично всегда пропиваем, потому что подростковый период, организм растет, развивается. Естественно, нехватка кальция, так как в продуктах достаточно он это не принимает. Ну, как сказать, количество, суточную норму, да. И творог мы не едим. Вот такого нет желания. Поэтому я всегда заказываю вот эту вот компанию. Мне очень сильно нравится. Нравится их не кальций. И именно сейчас вот у нас была цитрата малат, но нравится хилатная. Это то, что касается БАДов. Дальше, следующее. Давайте поговорим про моющие средства. И там у меня останется косметика, которая у меня закончилась. Уход и косметические продукты. Первое, что хочу показать. Вот такая вот чистящая, такой чистящий порошок. Мастер Фрэш. Мастер Фрэш. Нью Формула. Что могу сказать. Это для девочек-домохозяйчик, да. Удаляет загрязнение без царапин. 500 миллилитров аромат лимона. Я вообще всегда брала... Из головы вылетела. Такая же упаковка. Другое чистящее средство. А тут я случайно наткнулась в Ашане на это. И решила взять попробовать. Вы знаете, мне очень понравилось это средство. Удаляет загрязнение за раз. Там раковины, сложные какие-то загрязнения. Чистит ванну, раковины, всё остальное. Вы знаете, что мне ещё понравилось? Сковородки. Когда я делаю котлеты, когда я делаю, допустим, блины. То есть на сковородке остаётся вот эти вот... Зажарка, загрязнение, как это называется, да. И чтобы не царапать сковородку, я никогда не пользуюсь вот этими металлическими губками. Потому что верхний слой, он снимается. И, соответственно, мы царапаем, а портим сковородку. Я замачиваю, то есть наливая этого, вот этот вот жидкий он такой, порошок. Запаха нету никакого. Ну, я имею в виду, только лимон там чуть-чуть присутствует. А так, чтобы химически никакого запаха нету. И всё нормально. Я наливаю, значит, на сковородку, даю время постоять. Вот за раз отмыкает. Просто потом губкой всё это смываешь, всё это делаешь. Очень классное средство. И уже второй такой же приобрела. Стоит у меня на кухне. Присмотритесь. Вообще очень классно. 80 рублей, кажется, если я не ошибаюсь, стоит. Я брала другой немножко. Там чуть дороже он. Сив, сив. Если я не ошибаюсь, сив, кажется. Вот. И то, что у меня закончился, это стиральный порошок жидкий для всех стирок, для всех тканей. Гелевый. Это фикс прайс, да. Покупала я в фикс прайсе. Покупала не только его, а другие баночки, к сожалению, выбросила машинально в мусорную мусорку. Покупала ещё для белых тканей. Покупала для... Это для всех видов тканей. Покупала чисто для цветных, для белых и вот такой зелёненький. Там белый, оранжевый, кажется, и зелёный. Что могу сказать? Из всех... Здесь вот пишется, да, то есть как бы 25 стирок, удалять даже сложные пятна, т.д. и всё такое. Ну, у меня двоякое мнение. Я знаю, что многим нравятся вот эти вот порошки с фикс прайса. Но что я могу сказать? Из всех трёх мне понравился только этот зелёный. И то не на 100%. И то не на 100%. Конечно, сейчас я пользуюсь Ариэлем. Мне нравится больше. Тем более, когда касается, допустим, постельного белья или какие-то вещи действительно там где-то загрязнены. Я пришла к такому выводу, что, допустим, там для белого, белый вот такой же, это компания у нас БИС, да, и для оранжевый, для цветных, он вообще категорично мне не понравился. То есть белые рубашки, допустим, у меня сын ходит в школу в белых рубашках. Но одной рубашки нам хватает, допустим, он аккуратный очень у меня мальчик, и поэтому одной рубашки мне не хватает там на 5 дней, да. И я, значит, стираю эту рубашку, она не отстирывает до такой белизны, которой бы мне хотелось. И Валиш я использую, не отстирывает. Если, допустим, Ариэль летает, я использую, то всё хорошо, всё отлично. Вот. И то, что касается, допустим, постельного белья, мне не понравилось, как отстирывает. Вот этот более-менее. И вообще, если честно, очень мало пенится. То есть я уже привыкла, когда вот пенится, да, и достаточно там вот Ариэль летает, пенится. Эти как бы я не заметила, что сильно пенится. Вот. У них, кстати, я этой же компанией брала кондиционеры, ну, там более-менее, то есть нормальные. Вот. Ну, вот порошки нет. Может быть, вот зелёный я ещё как бы вот возьму, ещё раз на пробу, да, посмотреть. Но всё остальное мне не понравилось категорично. Ну, может быть, все люди, которые стирают, раз относили вещь и выкидывают сразу в стирку, конечно, эти порошки, они используются классно. А если, допустим, человек, который носит одежду, ну, как бы не сразу выкидывает после одной носки, а носит несколько там дней, я не знаю, там неделю, то мне не понравилось. И как постельный бельёный мне тоже не понравилось. Следующее по поводу ухода. Давайте ухода. Я вам расскажу, что у меня закончилось. Значит, закончился вот такой вот у меня тоник. Тоник – это белорусская косметика марка Bitex. Совершенная кожа для сужения пор. Всё, добила я его, закончился. Куплю снова. Наверное, нет. Потому что хороший, но не на все 100%. Не, ну, как сказать, с моим требованиям он не отвечает. То есть всё, что мне требуется от тоника, не до конца. Поэтому как бы приятный здесь запах. Очень приятный. Ну, это индивидуально на любителям. Закончилось у меня кремушек мой от компании Mizon. Всё, я его добила. Всё закончилось. Такое он в виде геля. Я уже рассказывала вам, что не совсем я его поняла. Увлажняет, хорошо всё делает. Но, допустим, там коллаген. Он на основе коллагена. Не знаю. Сделан какую-то работу на основе коллагена. Не знаю. Так. И, значит, закончились мои штучки. Это патчи под глаза. Рекомендую, рекомендую. Сейчас пользуюсь другими. И давайте я вам расскажу про косметические мои средства, которые у меня тоже, тоже заканчиваются. Значит, марка Clorans. Это у меня праймер. Вот такой вот праймер. Вот. Всё уже там нету. Осталось. Один раз. Праймер хороший. Он такой твёрдый. То есть, прям твёрдый. То есть, его лучше всего лопаточкой набирать, наносить на лицо. Руками туда лучше не лазить. Очень матирует хорошо. Сужает поры. Выравнивает лицо. Держит тональную основу замечательно. Косметику. Очень хороший праймер. Мне понравился. Здесь только вопрос. Это цена. Цена, цена. Ну, я его рекомендую. Дальше. Две таких туши у меня закончилось. Первая тушь Maybelline. Такая вот тушь. Это из масс-маркета, да. Значит, щёточка здесь, она у меня вот такая вот. Вот такая вот щёточка. Видно, да? Вот. Не люблю силиконовые щётки. Люблю натуральные вот такие вот щётки. И опять же, небольшие. Но здесь большая достаточно щётка. Первое время пришлось мне привыкать под мой глаз. Но сама тушь меня удивила. Удивила в том, что я всегда пользуюсь люксовыми тушами. А я не увидела разницу. То есть комочков, не осыпаются комочки. Не отпечатывается под глаза. Значит, что она хорошо разделяет. Хорошо, значит... У меня всегда тушь требуется для объёма. Для увеличения ресниц мне не требуется. Потому что у меня сами по себе ресницы достаточно длинные. И когда я ещё тушью, я накладываю, то мне этого достаточно. А вот мне нужно всегда объём, чтобы чувствовалась как бы выразительность... Подчёркивать, выразительность глаза, да? Но вот эта вот тушь меня достаточно удивила-удивила. Ну, то, что ещё чёрная, это понятно. Но все требования, которые... Ну, как бы... Какие у меня есть требования к туши, чтобы она исполняла? Я не ожидала, что из масс-маркета может быть такая тушь. Так что присмотритесь. Тушь очень интересная, классная. Там есть несколько их в таких вот тюбиках. Но я говорю, опять же, я люблю с щёткой достаточно... И что самое главное, когда ты набираешь тушь, да? То есть её вытаскиваешь. Я не люблю, когда много туши на щётке. Что приходится счищать. Потом только наносить. Нет, я терпеть этого не могу. Чтобы тратить время на ресницы, блин, я не знаю, там, поскольку. По полчаса я вот этого терпеть. И только когда торопишься ты, и ты вот это счищаешь, чтобы лишней туши не было. Нет, здесь нет. Настолько хорошо здесь всё сделано, что лишняя тушь, тушь, она остаётся в тюбике. А здесь достаточно сколько, немножко с хвостика, значит, снимешь и уже наносишь. Очень хорошая тушь. И снимается мицеллярка хорошо. И классная. И вторая тушь, это уже из люкса. Это у нас ланко. Ну, эта тушь, она для меня вообще фаворит-фаворитища. Потому что здесь она у меня водостойкая, я пользовалась такой и не водостойкой, и водостойкой. Ну, в зимний, осенний, весенний период я пользуюсь водостойкой тушью. Потому что, чтобы уже как бы быть безупречно, чтобы ничего не произошло. Значит, это компания Lancome. И здесь достаточно такая вот щёточка. Она суженная на конце. Вот, да, видите? То есть, она тоже натуральная, ворсистая, сужена на конце. То есть, у неё форма идёт сужающая туда. Это классная щётка. Я просто рекомендую. Я могу не рекомендовать саму как тушь, но вот из-за щётки её стоит покупать. Почему? Вот этот вот на конце суженность, она прорисовывает и внутри уголка глаза. И во внешнем, и везде она прорисовывает каждую ресничку. Это очень классная щётка. Эту тушу я пользуюсь на протяжении, наверное, уже лет пяти. И постоянно покупаю. Постоянно покупаю. Чё мне не нравится, в последнее время она как-то стала быстрее засыхать. Мне это не нравится. Вот, не знаю. Спрашивала, поменяли ли формулу. Говорят, что нет. Но, сама по себе тушь классная. Там есть и чёрная, и коричневая. И, кажется, экстра чёрная. Но, как бы, я вот эту вот покупала. Ну, классная щётка, классная тушь. Всё уже закончилось. Надо покупать новую. У меня есть... Это у них направление гипноз. У меня есть тоже направление гипноз с другой щёткой. Ну, стандартной. Но вот эта щётка, которая вот заужена, и она сама по себе небольшая. Под глаз хорошо подстраивается. И то, что заужена, наконец-то, классно. Присмотритесь. Lancome гипноз. Именно вот с этой щёточкой. И напоследок закончились у меня корректоры. Консилеры, как их правильно называются, под глаза. Значит, первое, это у меня идёт NYX в оттенке 01. Ну, здесь как бы с таким вот спонжиком. Да? Значит, светлый, очень светлый оттенок. Я не люблю, когда сильно консилер выбеливает под глазами. Чересчур прям выбеливает. У неё это не нравится. Всё должно быть в меру. Еле-еле его добило. Прям еле-еле вообще. Честно, консилер мне не понравился. Я его не рекомендую. Сейчас опять буду хаять NYX. Как в прошлом ролике я рассказывала про помады и всё, что касается NYX. Ну, не всё, конечно, но 70-80% обхаяла. Значит, не понравился. Мне вообще не понравилось. HD Studio. 0,1 оттенок. У меня был 0,2 с розовинкой. Тоже он мне не понравился. Ну, цвет сам по себе нормальный, 0,2 уже оттенок. 0,2, 0,3 – это уже оттенок нормальный. 0,1 слишком светлый. Прям вообще для белоснежек. Мне чем не понравился. Он достаточно сухой, сушит под глазами, забивается в складки, подчёркивает все морщинки. И... Ну, с ним не поработаешь, не распределишь как бы, да. То есть, не знаю. Я больше не куплю. Мне он не понравился. Второй консилер – это «Моя любовь-любовь». Это уже... Вот это уже закончивший третий тюбик. Это комарка Сифора. Сифора. 29-й оттенок. Очень. У меня даже сегодня на глазах хорошо. Он для меня хорошо маскирует мои синячки под глазами. Мне уже от них никак не уйти. У меня вообще они с рождения. Вот. Очень консистенция классная. Не забиваются морщинки, в складки. Не... Ну, вообще, как бы... Не капельки. То есть, как бы, нет таких там нареканий, чтобы там... Вот всё, что требуется от консилера, он всё исполняет. Во-первых, можно накладывать слоями, если вам не хватает. Можно локально куда-то распространять то, что я и делаю. Допустим, какой-то там прыщик замазать там, или, не знаю, в уголках носа там, чтобы не видно были какие-то ваши изъяны, если вам не хватает тональной основы. Классно вообще маскирует. Ну, то, что как сам консилер под глаза, он круто вообще делает. Вот я говорю, опять же... Ну, при пухлости, понятно, что при пухлостями больше работают крема и патчи. Но, допустим, как недостатки под глазами синева, он классно убирает. Консистенция очень мягкая. И, ну, как сказать, она хорошо с ней работаешь, распределяешь её хорошо. Вот. Вообще, нравится мне у них вот эти вот консилеры. Беру постоянно, рекомендую. 29-й оттенок с розовинкой, беший роз. И очень мне нравится, знаете, у них ещё... Ни разу не пробовала, вернее, но хочу попробовать и думаю, что мне понравится тональная основа. Очень хочу попробовать. Вот немножко как бы мои там подзакончатся, и обязательно туда пойду попробую. Вот хочу у них попробовать тональная основа. Вообще, марка Сифара мне очень нравится, я это говорила не раз. Так что рекомендую, берите, берите. Ну, всё, это всё, что было из пустых у меня баночек. Вот. Можно уже их смело выкидывать. Поэтому всё, что рекомендую, показала. Спасибо, что заглянули на этот канал. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, оставлять какие-то свои комментарии, рекомендации, отзывы. Была рада вас видеть. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok